Привет! Меня зовут Роман Катков, я главный редактор издательства Bubble, и сегодня я отвечу на 23 вопроса. Что первое ты делаешь, когда садишься писать сценарий? Долго мучаюсь, бью себя по рукам, по голове, потом плачу, потом рыдаю в душе, потом общаюсь с какими-нибудь умными людьми, которые вдохновляют меня, или читаю что-нибудь классное, и после этого сажусь и придумываю классную историю. Главный проект года. Ну, главный проект года это все-таки наш фильм, Майор Ром Чумной Доктор. Остальные главные проекты года будут осенью, и поверьте, это будут лучшие комиксы в вашей жизни. Кого из персонажей комиксов Bubble ты бы пригласил в бар? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Всех! Не, на самом деле дофига. Данила, Андрей, да и с Игорем выпить надо. Ну, я с ним пил, в принципе, нормальный парень бы с ним хорошо тусили. Сергей Разумовский, если комиксный, то... А, в принципе, Горошко тоже считается персонажем Bubble теперь. Вот, в общем, Мир, единственное, он бы пил молоко, а я бы пил пиво, наверное, да. Всех пригласил бы, честно, честно. Всех бы пригласил, всех бы угостил, сказал бы всем, простите, пожалуйста. Чем ты занимался до Bubble? Мой творческий путь, самый творческий путь начался с того, что я продавал мороженое у Храма Христа Спасителя. Это самая творческая работа, которая у меня была убедить людей взять мороженое за почти 250 рублей. Соответственно, я переводил комиксы, редактировал комиксы, писал разные статьи. Я придумывал раскраски, книжки детские, кучу всего этого. Но с Bubble ничего не сравнится. Bubble лучше всех. Мне кажется, большая часть мне просто надо нарезку сделать нафиг эти вопросы и ответы. Просто надо сделать нарезку, как я выкидываю вот эти штуки в конце. Можно? Ты пишешь что-то для себя, а не для работы? Хороший вопрос. Мне очень хотелось долгое время сделать комикс для себя и связанный с моими личными эмоциями. Но у меня нет на него времени из-за работы, к сожалению. Поэтому нет, я не пишу ничего для себя из-за работы. Я пишу только списки покупок ненужных вещей, которые мне на самом деле не нужны. Что ты не умеешь делать? Дофига всего. Отдыхать, готовить, хорошо относиться к людям, доверять другим, заводить друзей. Пять. Пока вот так. Это список пяти пунктов, которые кажутся обычными, но я нихрена не умею этого делать. Самое большое количество времени, которое ты тратил на один сценарий? На самом деле, если идея пришла, то я достаточно быстро ее пишу и реализовываю. А если... Ну, короче, если вот была история с книжкой «Злодея», и там есть заглавный персонаж «Злышкетер», его создание до выхода книги у меня ушло на придумку всего этой фигни маленькой, которая там есть, ну, типа, около года. Но это от того, что я нарисовал концерт персонажа на Екатеринбургском фестивале. Леша Горба потом перерисовал это в нормальный рисунок. И, короче, год. Давайте будем считать год. Сколько тратил сценарий? Год. Ты когда-нибудь себя гуглил? Следующий вопрос. Какая суперспособность помогла бы тебе в твоей работе? О, классно. Нужна суперспособность, как у спидстеров. Ну, собственно, очень быстро все делать. Очень быстро прочитал, очень быстро пришел на работу, очень быстро отредактировал, очень быстро все. Вот нужна скорость, вообще суперскорость. Фанаты вдохновляют? Фанаты вдохновляют? Да. Очень. Больше всего. Спасибо. Что важнее, талант или усердие? Ну, как вы можете видеть по мне, усердие. Конечно же, усердие. Если стараться много и делать, то ты усовершенствуешься до такой степени, что талант проснется где-то сам. Тетя Люба, простите меня заранее, пожалуйста. Я намусорил п***ец просто. Кому бы из персонажей Баббл ты бы дал в свое время подзатыльник? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо А Сергею Разумовскому, вот, давайте, Сергею Разумовскому дал бы подзатыльник, да. Честно, я бы дала подзатыльник Разумовскому, а на это нужно вырезать. Какую линейку комиксов ты бы порекомендовал прочитать всем, без исключения? Вы же понимаете, что меня мои же собственные сотрудники задушат, если я не назову их любимые комиксы. Я бы всем порекомендовал почитать комикс «Мир», потому что, не знаю почему, я в него сейчас вместе с Лешей Волком вкладываю столько эмоций и души, что вот комикс «Мир» — это вот комикс, который я бы хотел читать сам от кого-нибудь другого издательства, но приходится делать самому. Кто ты по образованию? Я по образованию переводчик-лингвист со специальностью английского и арабского языка. Самый запоминающийся подарок от читателей. Блин, их очень много, очень много классных подарков и пива, и водка у меня Ярославская сейчас стоит на столе, я не знаю зачем, но она очень запомнится у меня, очевидно. Или наоборот, не запомнится, как лучший подарок от читателей. Мне очень нравится, когда делают фигурки. Фигурки Лего, меня, всякие куклы. Но, наверное, самым запоминающимся подарком от читателя для меня будет фигурка-фанка Ксюши Радовой из Мироходцев, которую мне подарила замечательная девушка Анна, которой с нами больше нет. И эту фигурку я буду, наверное, хранить и помнить всю жизнь. Вот так вот перешел от веселого к русскому. Это самый главный подарок, который у меня есть. Можно показать ее? Главный минус твоей работы Я, конечно, могу соврать, что у моей работы нет минусов, но, наверное, главный минус моей работы в том, что в ней нужно отдавать себя всего целиком, и поэтому мало остается времени на себя и на все окружающее. А работы всегда слишком много. Это неплохо, потому что это действительно большая часть жизни и большой творческий труд, и действительно, ну, дело всей жизни, можно так сказать. Но, тем не менее, есть такое, что это всепоглощающее. Твоя работа в трех словах. Самые классные комиксы. Самые лучшие люди. На какой вопрос ты бы хотел ответить, но его никак не спрашивают? Я бы хотел ответить на вопрос... Ром, как дела? Все у тебя хорошо? Все, ты нормально сидишь? Позаботьтесь обо мне кто-нибудь, пожалуйста. Давайте вот чуть-чуть, чуть-чуть мне внимания. Мне его не хватает. Где находится портал в мир бесконечного вдохновения? Слушайте, я не знаю, спросите у Леши Волкова с Кириллом Кутузовым. Они офигенно всегда черпают откуда-то кучу идей. Вообще у всех, любых наших сценаристов спросите. Они офигенные. У них всегда есть куча идей. У меня было ощущение, что как-то раз мы сделали комикс за полторы недели. Нас кинул художник, по-моему, Метеория. И мы сделали комикс с другими художниками, с другими колористами. Мы очень много его переделывали, перерисовывали, придумывали каких-то визуальных этих, чтобы рисунка там было меньше. Это был, наверное, худший дедлайн в жизни. Один из комиксов про Метеору, про Забонеру, по-моему. В итоге получилось, как всегда, хорошо, потому что мы смогли преодолеть этот дедлайн. Какую черту характера ты в себе развил за время работы в Баббл? Больше жесткости. Я вообще был милый такой. Такой добрый ко всем. Такой ни с кем. Мне не хотелось никому не нравиться. Я такой хотел быть такой... Я тут надо, блин, извините, все-таки не веревки из тебя, чтобы вили. Надо работать. Поэтому иногда приходится действительно настаивать на своем, на своей позиции. Не со всеми людьми получается, но хотелось бы верить, что жесткость — это то, что нужно. У тебя есть талант, о котором никто не знает? А можно вы ответите? Комментарии. Пожалуйста. Я не знаю просто. Можно ли тебя сравнить с капитаном корабля? Слушайте, не знаю. Мне кажется, капитан корабля, он очень много несет ответственности в плане не только того, что он рулевой или командует, или что, но он еще и должен много чего знать. Я представляю, если бы мы все оказались на одном корабле, возможно, мы бы все утонули на второй день, потому что все бы занимались чем-то своим, чем-то другим, а организовать всех было бы тяжеловато. Ну, короче, будем считать, что я капитан корабля на «Титанике». Хорошо, договорились где-то так. Оркестр будет играть. Мы будем оркестром, который играет до последнего на «Титанике». Друзья, с вами был Роман Котков. Пишите нам в комментариях все, что вы думаете по поводу наших рубрик и подкастов, и увидимся.